У Кубани с Китаем уже давно налажены торговые отношения. Из региона в республику поставляют рыбу, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки и даже мороженое. По словам губернатора, Краснодарский край готов и дальше развивать сотрудничество. Например, бизнесменов из Китая сегодня интересуют проекты по изготовлению подсолнечного масла. Со своей стороны Кубань готова предложить инвестплощадки для строительства этих предприятий. Мы готовы предоставить площадки китайским инвесторам для того, чтобы они построили в том числе завод по переработке масла и иных культур сельхозяйственных на территории Краснодарского края. Также я думаю, что для нас возможно рассмотреть вопрос взаимного сотрудничества в сфере мясной продукции. Краснодарский край полностью себя обеспечивает мясом, мясом птицы. Это тоже может быть предметом товарообмена, товарооборота. Как говорится, что бизнес не нужно учить зарабатывать, тем более китайский бизнес. Поэтому я думаю, что вы сами в состоянии все посчитать, посмотреть и определить для себя приоритеты. А мы готовы вам помочь в том, чтобы вы чувствовали себя и бизнес китайский на территории Краснодарского края комфортно. И, конечно, развивался. И мы все вместе получали только дивиденды. Экономическое сотрудничество России и Китая носит взаимодополняющий характер. Так как в Китае большой рынок сбыта, а Россия, особенно Краснодарский край, очень богат агропромышленными ресурсами. Поэтому цель нашей поездки – увеличить товарооборот с регионом. И надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество вступит в новую стадию. В Краснодаре сегодня успешно работает филиал крупной китайской корпорации, которая занимается переработкой зерна. В перспективе также планируют укреплять сотрудничество и в этом направлении. В завершении встречи Вениамин Кондратьев рассказал о традициях празднования 8 марта в России и поздравил прекрасную половину делегаций из Китая с наступающим женским днем.